Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня я хочу поговорить про EOS, Stellar, Bitcoin Cash и, конечно же, Ripple. Я считаю, что EOS это грандиозное мошенничество, которое умрет в ужасном мусорном контейнере. Как же так? Как же мои EOS? На самом деле, это не мое мнение, а мнение биткоин-разработчика Джимми Сонга. EOS не приносит никакой пользы, отметил Сонг. Стоит заметить, что Джимми Сонг в последнее время критикует все, что не биткоин. Досталось и биткоин-кэшу, который, по его словам, также не имеет реальной ценности. Более того, биткоин-кэш вообще не должен существовать. Стоит ли это воспринимать как его актуальное мнение или как отражение личной неприязни к создателю биткоин-кэша, человека под именем Роджер Вер? Веру вообще плевать на спасение мира или даже воплощение каких-то идей. Он больше заботится о собственной власти, что меня разочаровало, рассказывает Джимми Сонг. Кстати, против EOS еще высказался и криптовалютный инвестор Джеймс Педакчи. А еще нужно вспомнить тот самый скандал буквально неделю назад – коррупция блок-продюсеров. Если вы знаете, майнинг-пул Хобби является третьим по мощности блок-продюсером в сети EOS. А суть обвинений заключалась в том, что биржа получала токены EOS за свой голос ради обеспечения безопасного пассивного дохода самых крупных блок-продюсеров в сети EOS. Вы точно знаете, что голос в консенсусе Delegated Proof of Stake решает многое. Люди в сообществе голосуют за свидетелей, которые обеспечивают безопасность сети. Топ-20 свидетелей получают постоянную сумму. Вот тебе и пассивный доход. Но с другой стороны и причина для возникновения коррупции в блокчейне. Коррупции в блокчейне. Думаю, что это не проблема криптовалюты EOS. Это проблема самого консенсуса, который в этом плане с моей точки зрения недоработан. Слишком много негатива льется в сторону EOS в последнее время, и это наталкивает на определенные размышления. Можете писать их в комментариях. Я считаю, что у EOS все будет неплохо, если они решат некоторые свои проблемы. Они называют себя убийцей эфириума, и это может оказаться правдой. Ведь их платформа, которая заточена на выполнение тех же функций, намного производительнее и дешевле. Да и к тому же EOS это самое успешное ICO, собравшее миллиарды долларов, даже не имея рабочего продукта. Все, что им нужно сейчас, это разработчики, которые будут создавать децентрализованные приложения. А разработчики, если вы не в курсе, хотят денежки за свою работу. Поэтому будут обращаться к тем криптовалютным проектам, которые заплатят больше. А EOS имеет такие возможности, поэтому в этом плане он может составить большую конкуренцию эфириуму. Но я пытаюсь быть максимально объективным, поэтому и здесь EOS сталкивается с проблемами. Чтобы приобрести нового пользователя любого децентрализованного EOS приложения, нужно заплатить 10 долларов. Если твоим приложением будет пользоваться миллион человек, это обойдется тебе в 10 миллионов долларов. На эфириуме это обошлось бы в 0 долларов. Это большая проблема, о которой EOS совершенно не распространяется. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете о будущем EOS, и как правильно читается фамилия этого инвестора. Лично я по EOS нацелен на бычью перспективу. Stellar, Lumens и Hyperion. Это огромный зеленый флаг. Канадская фирма Global Blockchain Technologies объявила, что ее дочерняя криптовалютная биржа Hyperion сотрудничает со Stellar для поддержки активов на базе Stellar на своей бирже. Это значит, что и Stellar, и активы, основанные на Stellar, будут торговаться на этой платформе. Hyperion имеет лицензию от комиссии по ценным бумагам из США. У платформы есть разрешение действовать в качестве брокера-дилера. Hyperion нацелена стать передовой торговой платформой в Северной Америке. А Stellar Lumens станет той валютой, которую эта платформа будет использовать. Это вообще шикарная новость, которую почему-то все пропустили. Hyperion, сотрудничающий со Stellar, это одна из лучших вещей, которые могли произойти для всего криптовалютного пространства. Лично я убежден, что эти движения благотворно повлияют на криптовалюту Stellar. Кстати говоря, несмотря на то, что множество криптовалют в предыдущем цикле падения пробивали свое дно, криптовалюта Stellar этого не сделала, очевидно, нащупав хорошую поддержку на отметках приблизительно в 19-20 центов. Похоже, люди по Stellar настроены решительно. А что вы про эту криптовалюту думаете? Пишите в комментариях, не стесняйтесь. Кстати, если вы из этого видео уже узнали что-нибудь полезное, почему бы не поставить лайк? По Stellar я делал видео прогноз будущего курса, это был математический анализ, ссылочку на видео оставлю в описании, если не смотрели, можете перейти и посмотреть. И последняя, но не менее важная новость на сегодня. Главный маркетолог Ripple Кори Джонсон заявил, что во время недавней встречи с администрацией президента Трампа обсуждал возможности криптовалюты XRP. Джонсон подчеркнул, что был приятно удивлен высоким уровнем интереса к цифровым валютам со стороны американского руководства. Он не ожидал получить так много вопросов с их стороны. В настоящее время администрация Трампа проводит массивное исследование инновационной технологии. В частности, руководство США обеспокоено тем, что большую часть биткоина и эфириума добывают в Китае, но при этом четко улавливает разницу с цифровой валютой XRP, которая вообще не нуждается в майнинге. Белый дом полагает, что это может сыграть в будущем ключевую роль. В принципе, интерес Америки для меня не новость. Эта страна явно не хочет остаться за дверями, когда такие страны, как Китай и Япония, становятся лидером новых технологий. И поэтому, как ни странно, Ripple XRP для штатов может стать решением. Хотя мне почему-то кажется, что не станет. Я больше склоняюсь к тому, что штаты рано или поздно создадут собственную криптовалюту. Потому что на данный момент они и Ripple-то не контролируют. Также интерес представляет вопрос решения SEC по XRP. Сам Джонсон после дебатов с администрацией Трампа комментирует ситуацию следующим образом. Мне кажется, SEC никогда не примет решение по XRP. Похоже, они явно не хотят брать на себя ответственность по регулированию инновационной отрасли. Кстати говоря, в 2020 году именно XRP может стать официальной криптовалютой Токийской Олимпиады. На данный момент за XRP дают 46 центов. И если он и будет падать, то, по моему мнению, ниже 20 центов в цене мы не увидим. Что ж, ребята, если вам удалось узнать что-то ценное в этом видео, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Это же бесплатно. А моему каналу поможет в развитии. Тем более, что он уже даже и не мой, он скорее наш. Потому что без вас он бы вообще не существовал. Пишите свои комментарии обязательно. Не забывайте поделиться этим видео в своих социальных сетях. И, конечно же, богатейте. Куда же без этого. Меня зовут Богатейший Ди. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова